Новое платье короля. Много лет назад жил был на свете король. Он так любил наряжаться, что тратил на новое платье все свои деньги. Парады, театры, загородные прогулки нравились королю только потому, что он мог показаться в новой одежде. На каждый час дня у него был особый наряд, и все свободное время король проводил в гардеробной. В столице этого короля жилось очень весело. Почти каждый день приезжали иностранные гости, и вот раз явились двое обманщиков. Они выдали себя за ткачей и сказали, что могут изготавливать такую чудесную ткань, лучше которой ничего и представить себе нельзя. Кроме необыкновенно красивого рисунка и расцветки, она отличается еще удивительным свойством. Становиться невидимой для всякого человека, который не на своем месте или непроходимо глуп. «Да, вот это будет платье», — подумал король. «Тогда ведь я могу узнать, кто из моих министров не на своем месте, и кто умен, а кто глуп. Пусть поскорее изготовят для меня такую ткань». Он дал обманщикам большой задаток и велел сейчас же приниматься за дело. Те поставили два ткацких станка и стали делать вид, будто усердно работают, а у самих на станках ровно ничего не было. Немало не стесняясь, они требовали для работы тончайшего шелку и чистейшего золота. Все это припрятывали в карманы и просиживали за пустыми станками с утра до ночи. «Хотелось бы мне посмотреть, как подвигается дело, думал король». Но тут он вспоминал о чудесном свойстве ткани, и ему становилось как-то не по себе. Конечно, ему нечего бояться за себя, но все-таки лучше сначала бы он послал кого-нибудь другого. А между тем молва о диковинной ткани облетела весь город, и всякий горел желанием поскорее убедиться в глупости или непригодности своего ближнего. «Пошлю-ка я к ткачам своего первого министра», – подумал король. «Уж он-то рассмотрит ткань. Он умен и с честью занимает свое место». И вот первый министр вошел в зал, где за пустыми станками сидели обманщики. «Господи, помилуй», – подумал министр, тараща глаза. «Да ведь я ничего не вижу». Только он не сказал этого слуха. А мальчики попросили его подойти поближе и сказать, как нравится ему узор и краски. При этом они указывали на пустые станки, а бедный министр, как не вглядывался, все-таки ничего не видел. «Неужели я глуп или не гожусь для своей должности», – размышлял первый министр. «Вот уж чего никогда не думал». А вдруг кто-нибудь узнает. «Нет-нет, никак нельзя признаваться, что я не вижу ткани». «Что же вы ничего не скажете нам?» – спросил один из ткачей. «Ой, это примило», – ответил первый министр, глядя сквозь очки. «Какой узор, какие краски». «Да-да, я доложу королю, что мне чрезвычайно понравилась ваша работа». «Рады стараться», – сказали обманщики, и принялись расписывать, какой тут необычайный узор и сочетание красок. «Министр слушал внимательно, чтобы потом повторить все это королю». «Так он и сделал». «Теперь обманщики стали требовать еще больше денег – шелку и золото, но они только набивали себе карманы. А на работу не пошло ни одной нитки. Как и прежде, они сидели у пустых станков и делали вид, что ткут. Потом король послал ткачам другого сановника. Он должен был посмотреть, как идет дело, и узнать, скоро ли работа будет закончена. С ним было то же самое, что и с первым. Уж он смотрел, смотрел, а все равно ничего, кроме пустых станков, не высмотрел. «Ну, как вам нравится?» – спросили обманщики, показывая на узоры, которых и в помине не было. «Я не глуп», – думал сановник. «Значит, я не на своем месте. Вот тебе раз. Однако нельзя и виду подавать». И он стал расхваливать ткань, которую не видел, восхищаясь красивым рисунком и сочетанием красок. «Примила, примила», – доложил он королю. «Скоро весь город заговорил о восхитительной ткани. Наконец и сам король пожелал полюбоваться диковинкой, пока она еще не снята со станка. Со свитой избранных придворных и сановников, в численных которых находились и первые два, уже видевшие ткань, явился король к хитрым обманщикам, ткавших изо всех сил на пустых станках. «Изумительно! Не правда ли?» – вскричали уже побывавшие здесь сановники. «Не угодно ли полюбоваться, какой рисунок, а какие краски?» И они тыкали пальцами в пространство, воображая, что все остальные видят ткань. «Что за ерунда?» – подумал король. «Я ничего не вижу. Глуп я, что ли? Или не гожусь в короли? Это было бы хуже всего». «О да, очень-очень мило!» – сказал наконец король. «Вполне заслуживает моего одобрения». И он с довольным видом кивал головой, рассматривая пустые станки. Он не хотел признаться, что ничего не видит. С виду короля глядела во все глаза, но видела не больше, чем он сам. И тем не менее все в один голос повторяли «Очень-очень мило!» И советовали королю сделать себе из этой ткани наряд для предстоящей торжественной процессии. «Изумительно! Чудесно! Отлично!» Только и слышалось со всех сторон. Все были в таком восторге. Король щедро наградил своих обманщиков и пожаловал им звание придворных ткачей. Всю ночь накануне торжества просидели обманщики за работой и зажгли больше шестнадцати свечей. Всем было ясно, что они очень страшились, старались шить новое платье короля. Они притворялись, что снимают ткань со станков, краят ее большими ножницами, потом шьют иголками без ниток. Наконец они объявили «Готово!» Король в сопровождении свиты сам пришел к ним одеваться. Обманщики поднимали кверху руки, будто держали что-то, приговаривая. «Вот панталоны, вот камзол, вот кафтан. Чудесный наряд. Лег как паутина и не почувствуешь его на теле. Но в этом-то вся и прелесть». «Да, да», — говорили придворные, «но они ничего не видели. Ничего ведь и не было. А теперь, ваше королевское величество, соблаговолите раздеться и встать вот тут, перед большим зеркалом», — сказали королю обманщики. «Мы оденем вас». Король разделся до гола, и обманщики принялись наряжать его. Они делали вид, будто надевают на него одну часть одежды за другой, и, наконец, прикрепляют что-то в плечах и на талии. Это они надевали на него королевскую мантию. А король поворачивался перед зеркалом во все стороны. «Боже, как идет, как чудно сидит!» — шептали в свите. «Какой узор, какие краски! Роскошное платье!» «Балдахин ждет», — доложил оберт-церемонимейстер. «Я готов», — сказал король. «Хорошо ли сидит платье?» И он еще раз повернулся перед зеркалом. Надо ведь было показать, что он внимательно рассматривает свой наряд. Камергеры, которые должны были нести шлейф в королевской мантии, сделали вид, будто приподняли что-то с пола и пошли за королем, вытягивая перед собой руки. Они не смели и виду падать, что ничего не видят. И вот король шествовал по улицам под роскошным балдахином, а люди, собравшиеся на улице, говорили. «Ах, какое красивое это новое платье короля! Как чудно сидит! Какая роскошная мантия!» Ни единый человек не сознался, что ничего не видит. Никто не хотел признаться, что он глуп или сидит не на своем месте. Ни одно платье короля не вызывало еще таких восторгов. И вдруг какой-то мальчуган, показав пальцем на короля, воскликнул. «Да ведь он голый!» Толпа заволновалась, и все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка. «А ведь и правда, он совсем голый!» – закричал, наконец, весь народ. И королю стало жутко. Ему казалось, что они правы, но надо же было довести церемонию до конца. И он выступал под своим балдахином еще величавее. А камергеры шли за ним, поддерживая мантию, которой не было.